Всем привет! Всех вас рада приветствовать на своем канале, мои дорогие! Сегодня я хочу вам рассказать и показать более подробно косметику Makeup Revolution, а конкретно вот такую палетку теней под названием Fast Love. Я показывала ее уже вам в своих приобретениях, но тогда ничего конкретного вам рассказать не могла, потому что пользовалась ей слишком недолго. Когда я более подробно изучила эту палетку, все оттенки теней, все мифа пользовалась, их качество, узнала пигментацию, я готова сказать свое окончательное мнение о ней сегодня. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. И сегодняшний мой макияж глаз и брови оформлены также при помощи данной палетки Fast Love. И хочу немножечко рассказать про бренд Makeup Revolution. Это английская косметика, довольно-таки бюджетная, я бы даже сказала дешевая, и каждая из нас может ее себе позволить. Чтобы удешевить свое производство, они косметику производят в Китае. Но так делают многие косметические бренды, и для меня самое главное, что качество не страдает. Косметика реально достойная, и она заслуживает вашего внимания. Я нашла сайт, где эта косметика стоит намного дешевле. И я оставлю ссылочку обязательно, где я покупала себе эту палетку. И давайте же приступим к более подробному разбору палеток. Палетка идет вот такой вот картонной коробочке. Здесь у нас 14 грамм теней, 10 матовых и 22 шиммерных перламутровых оттенка теней. Вот таким образом выглядит сама палетка. Это у нас материал дешевый пластик. Он быстро и царапается, и залапывается, и надпись у меня уже практически вся стерлась. Но он такой увесистый, он не хлюпенький. Она без проблем открывается, и по крайней мере до сих пор она у меня не поломалась. И вообще для меня намного важнее за такую цену, что находится внутри, какое качество теней. Внутри огромный плюс наличия большого зеркала. И с этой палеткой можно без проблем сделать себе макияж и очень удобно брать ее с собой в поездку. И вот такое огромное разнообразие красивых, интересных оттенков теней. Есть такие и очень необычные цвета, сложные. Можно делать с этой палеткой как дневные, так и вечерние, и праздничные макияжи, и для фото, и для видеосъемки. Я думаю, что каждый из нас подберет подходящие оттенки теней для себя и для своего цвета, типа внешности. Конечно, красота неимоверная. И также здесь наличие двух спонжиков-аппликаторов для нанесения теней. И при желании можно этими аппликаторами сделать себе макияж, тем более в поездке. Первые два ряда это у нас чисто матовые оттенки. У них пигментация не такая насыщенная, как у шиммерных следующих двух рядов перламутров. Здесь, конечно, пигментация получше и разнообразие цветов такое поинтересней. Давайте теперь разберем каждый из оттенков. Начнем с первых двух рядов. Это, как я уже сказала, чисто матовые оттенки теней. У них пигментация не такая насыщенная, как у шиммерных перламутровых. Они не так хорошо отдают свой цвет. Но, в принципе, есть очень интересные цвета. Вот эти два сиреневых, особенно вот этот интересный такой сложный серо-голубой. Вот этими двумя темно-коричневыми, особенно вот этим с холодным потоном, я люблю оформлять свои брови. Вот такие светлые оттенки матовых теней я использую исключительно для растушевки. В этом плане они работают замечательно. И вот таким светлым я высветляю область под бровью, когда не хочу никакого ни шиммера, ни перламутра. И все же одиннадцатый оттенок теней матовых, это вот такой розовый, потому что здесь никакого ни шиммера, ни перламутра нет. Он очень красивый, такой нежно-розовый. Я уже сделала для вас свочек и хочу вам поближе показать вот эти вот матовые оттенки теней. Вот этот нежно-розовый такой ангельский цвет, вот эти два коричневых, вот этот мне нравится больше. Вот этот рыжий я его не использую, это не мой оттенок, мне кажется он подойдет блонгинкам для оформления бровей. И вот эти два лилово-сиреневых, один немножечко с таким розоватым потоном, этот более холодный. Вот с розовым потоном и вот более холодный. И вот этот очень интересный серо-голубой. Красивый и выигрышно очень смотрится на веках. И вот такой светленький, которым я высветляю область под бровью. Так, с матовыми это все. И плавно переходим к двум следующим нижним рядам. Это шиммерные перламутровые оттенки теней. Очень красивые, у них насыщенная пигментация и они прекрасно отдают свой цвет в отличие от матовых теней. Но они более мягкую текстуру имеют, поэтому они имеют свойство осыпаться под глазками. Также они могут забиваться в складочку через пару часов после нанесения. Поэтому их обязательно мы наносим на базу или на кремовые тени. Красота неимоверна. Есть очень интересные, своеобразные оттенки сложные. Мне очень нравится этих два ряда. С ними можно творить, повторюсь, различные макияжи. Давайте теперь будем разбирать каждый из оттенков. Вот эти первые два, вроде бы они похожи. На первый взгляд, на самом деле они разные. Первый это черный с каким-то сиреневым потоном. Второй это черный с серебристыми блесточками. Я уже сделала специально сводчики для вас. И вот таким образом они выглядят. Вот этот черный с сиреневым потоном и вот этот черный с серебристыми блесточками. Третий оттенок это, конечно, бешеный, такой серебристый, ледяной. Оттенок очень красивый, с бешеной пигментацией. Но просто он немой и я не люблю такие блескучие цвета, тем более серые. Вообще серые тени я не люблю. Следующий это розовый с таким нежным переливом, перламутром. Очень красивый оттенок, холодный, но он не всем подойдет. На некоторых веках он может создавать такой болезненный вид взгляда. Но оттеночек очень красивый. Следующий также оттенок сложный. Я даже не знаю, как его описать. Он вроде бы и серый, и с зеленым, и с голубым, с бирюзовым. Очень красивый. А главное, что моим глазкам он подходит. И вот таким образом он выглядит на сводчике. Следующий оттенок просто красота неимоверная. Это такой голубо-насыщенный небесный оттенок. Я очень люблю этим цветом оформлять нижнее веко. Он очень выигрышно смотрится. И опять же, пигментация просто бешеная. Следующие два оттенка это на 100% мои тени. Это такой золотой и болотный. И моим болотным глазкам эти оттенки подходят просто идеально. Также классная пигментация. И это мой ежедневный макияж. Следующий оттенок теней имеет насыщенную пигментацию. Это такой чисто серый. Но это просто не мой оттенок. Я не люблю такие использовать. И как по мне, они мне не подходят. Следующий оттенок это такой настоящий медный с классной пигментацией. Таким вот образом он выглядит. Чисто медный оттенок. Следующий цвет также интересный. Такой сложный. Это серо-зеленый. Такой оттенок также подходит моим глазкам. Очень красивый. Следующие два оттенка это сиреневый. Один такой чисто темно-сиреневый. А другой сиренево-голубой. Какой-то голографик. Очень интересные оттенки. Красивый. Можно этим также оформлять нижнее веко. Будет очень красиво смотреться. И совмещать его, комбинировать зелеными оттенками. Классно все будет выглядеть. Следующий оттенок он вроде бы и бронзовый. И немножечко болотный оттеночек мне также очень подходит. Следующий оттенок он практически незаметен. Я наношу его как основу теней. А потом уже оформляю складочку века. Такой красивый, с нежным переливом. Такой нежно-нежно розовенький. Следующий идет это такой вроде бы и медный. Такой медно-розовый. Опять же с насыщенной пигментацией. И вот такой тоже вроде бы медно-рыжеватый, бронзовый. Такие также интересные оттенки. Вот так вот они выглядят на сводчике. Следующий оттенок очень такой блескучий. Я люблю выделять какую-то часть на веке этим блескучим оттенком. И смотрится это очень красиво, выигрышно. Сразу получается такой выразительный взгляд. Следующий оттенок также какой-то такой бронзово-коричневый, розовый. Интересный он мне подходит. Следующий чисто такой коричневый с переливом. И вот последний баклажанный. Баклажанный оттенок очень красиво смотрится на болотных, на зеленых глазках. И вот таким образом выглядят вот эти три оттенка. Такой вроде бы и медный какой-то коричневый, такой с сиреневинкой. И вот этот баклажанный. Также очень интересные оттенки теней. Вот в принципе и разобрали всю палетку Fast Love от Makeup Revolution. В целом палетка я осталась очень довольна. Она стала для меня очень полезной. И последние уже три недели я исключительно пользуюсь этой палеткой. И очень ей довольна. Палеточка на четверочку. И если вы начинающий визажист, вы можете себе прикупить таких пару палеточек и набивать на них руку. Недорого, дешево и сердито. А главное, что качество довольно-таки неплохое. Милые девушки, на сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось данное видео и оно стало для вас полезным. И пожалуйста, напишите, чем пользуетесь вы от Makeup Revolution. Что вам нравится. Нам будет очень интересно и важно с девчонками почитать ваши комментарии. И всем пока-пока. До новых встреч и хорошего настроения. Чао.